МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как считается, в этот день 11 февраля 1720 года изобретатель-самоучка Ефим Никонов приступил к строительству потаенного судна, прообраза подводной лодки. 11 февраля 1829 года произошел погром русского посольства в Тагеране. При этом толпой фанатиков был буквально растерзан дипломат-литератор Грибоедов. В этот день, 11 февраля, родились Иван Шадр, известный скульптор-монументалист. Благодаря ему советские парки заполонили гипсовые девушки с веслом. Виталий Бианки, детский писатель. Предки писателя были родом из Италии. Отсюда и эта напевная фамилия Бианки. Родился Виталий уже в Петербурге. Это было счастливое детство. Он очень тепло вспоминал своего отца, работавшего в зоологическом музее. Отец рано начал брать меня в лес. Он каждую травку, каждую птицу и зверушку называл по имени, отчеству и фамилии. Учил меня узнавать птиц по виду, по голосу, по полету. Разыскивать самые скрытые гнезда. Он знает в лесу все тайные тропинки, все скрытые роднички. Знает всех лесных обитателей. Понимает их язык и распоряжается ими. С молодеца Виталий задаив дыхание, слушал рассказы отца о природе, помогал ему обрабатывать музейные коллекции. Поэтому неудивительно, что будущий писатель поступил на естественный факультет университета. Первая мировая нарушила всякие планы Бианки, он был призван в армию. А после демобилизации Виталий уехал на Алтай, где властвовал Колчак. Там он жил нелегально, скрываясь под фамилией Мещанина Белянкина. Но когда в Бийск пришли красные, стало только хуже. Ему вдруг припомнили давнюю связь с СССР и несколько раз арестовывали. Хотя более мирного человека представить себя было сложно. Бианки основал местный краеведческий музей, преподавал в гимназии биологию. Здесь же на Алтае начал писать. В Бийской газете вышли его первые рассказы и стихи о природе. В Петербург, который уже стал Ленинградом, Бианки вернулся вместе с семьей в 1922 году. И вновь не от хорошей жизни. Отъезд был тайным, потому что писатель вдруг узнал, что ему грозит новый арест. Бианки продал свое ружье, и этих денег хватило на дорогу. К этому времени у него скопилось огромное количество набросков и записок о природе. Но писатель понимал, что его наблюдением необходима серьезная литературная обработка. «Они лежали у меня мертвым грузом на душе. В моих записках, как в зоологическом музее, было собрание множества неживых животных с сухой записей фактов. Лес был в нем, звери застыли в неподвижности, птицы не летали и не пели. Тогда, опять как в детстве, мучительно захотелось найти слово, которое расколдовало бы их, волшебным образом заставило ожить. И, к счастью, все стало получаться. Бианки удачно познакомился с Маршаком. И тот сделал приглашение в кружок детских писателей, где можно было пообщаться с коллегами по Перу, поделиться идеями. Очень кстати стал издаваться первый детский журнал «Воробей», где вышла первая сказка Бианки «Путешествие красноголового воробья». Она открыла целый цикл детских книг, лесные домишки, кто чем поет, чей нос лучше, ставших классикой детской литературы. А потом и первое издание лесной газеты. Для самого автора эта книга была самой главной и самой любимой. Но пока писатель удавался детской литературе, компетентные органы не дремали. В 1925 году Бианки все-таки арестовали, и мы инкриминировали участие в подпольной организации. Хотя существование этой организации не было доказано. И только в 1928 году по ходатайствам известных людей, в частности Максима Горького, писателю дали свободу. Однако и в 1932 и в 1935 годах за ним приходили. В конце концов взяли, как сына дворянина бывшего эсера, активного участника вооруженного восстания против советской власти. Екатерина Пешкова, супруга все того же Горького, обила буквально все пороги важных чиновников, доказывая, что Бианки – самый мирный человек, который не обидит и мухи. Случилось почти невозможное. Вновь писателя вырвали из зубов НКВД. Жизнь Бианки не была легкой и радостной, в отличие от его книг. Но несмотря ни на какие войны, аресты, ссылки, несмотря на слабое здоровье, он так и остался влюбленным в природу человека, для которого найденное гнездо с птенчиками, полевой цветок под ярким солнцем компенсировали все невзгоды. Он только смеялся, когда его называли «чудаком». Виталий Бианки умер в Ленинграде в 1959 году свободным человеком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова